«Как нас меняют мёртвые?» Иосиф Бродский и Алексей Парщиков «Как нас меняют мёртвые? Какими знаками?» Этот вопрос Алексея Парщикова из мемуарного ретлима обращён ко всем его читателям. Парщиков меняет нас уже после своей смерти и становится художественным мифом, как купольной надстройкой над прозрачными лесами его незавершённой словесности. 24 мая — два дня рождения, которые могут слиться в общий праздник. Иосифа Бродского 1940-1996 и Алексея Парщикова 1954-2009. Эти два поэта обновили образный код русской поэзии, создали новое её дыхание, углублённое, затруднённое, прерывистое. И новое видение, которое можно назвать сетевым или фасеточным. Столько разных граней мира преломляется в нём. В их судьбах тоже есть общее. Им обоим не нашлось места на родине. Бродского приютива Америка, Парщикова — Германия. Оба умерли возмутительно рано, в 55 лет. Парщикову выпало прожить всего на 9 недель дольше, чем Бродскому. Есть такое выражение — любители поэзии, чекан поздней советской эпохи. Имеются в виду люди, любящие поэзию вообще, как любители рыбалки или экибаны. Они готовы упиваться поэзией, купаться в ней, потреблять её литрами и тоннами, от Пушкина до Есенина, от Маяковского до Ошанина и Осадова. Поэзия тебе любезна, приятна, сладостна, полезна, как летом вкусный лимонад. Державин. Таким любителям поэзии не везёт с Бродским и Парщиковым. Бросившись в этот источник, они выскакивают из него аж паренные, потому что это — крутой кипяток, от которого закипает и плавится мозг со всеми остатками здравого смысла. Эти поэты заводят нас на обратную сторону бытия, где мы раньше никогда не были. Так у Бродского нагнетание предметных подробностей служит скорее вычитанию, чем прибавлению их к картине мира, которая таким образом последовательно опустошается и оказывается нулём, помещенным в изящную овальную рамку. Свою музу Бродский называет «музой вычитания вещей без остатка», «музой нуля» — литовский ноктюрн Томасу Венцлова. Его поэтическое понимание заостряется именно на таких вещах, которые вычёркивают себя из бытия, а значит, позволяют зримо представить само небытие. Такова, например, бабочка в одноименном стихотворении. «Ты лучше, чем ничто, вернее, ты ближе и зримее», бабочка. Наиболее яркие и памятные метафоры Бродского, как правило, содержат некий зримый или осязаемый вычет, зиянье в выбоину или впадину. Развалены кариеса во рту почище, чем развалены парфенона. Птица, утратившая гнездо, кладёт яйцо в пустое баскетбольное кольцо. Прохожий с мятым лицом сравним во тьме со снятым с безымянного пальца кольцом. Лагуна. Когда книга захлопывалась, и когда от тебя оставались лишь губы, как от того кота. Новые станцы к Августе. Вообще, в поэзии Бродского непрерывно работает машина стиховычитания. Так из человека вычитается время, остаются слова. Вычитая из меньшего большее, из человека время, получаешь в остатке слова. В Англии. От всего человека вам остаётся часть речи. Часть речи вообще. Часть речи. И при слове «Грядущее» из русского языка. Либо, напротив, из языка вычитается человек. Вглядываясь в начертания личных имён там, где нас нету, там, где сумма зависит от вычитания. Замерзший кисельный берег, прячущий в молоке. И в пространстве, и во времени, и в имени Бродский обнаруживает некий изъян и отсутствие. Производит операцию вычитания, в остатке которой остаётся нуль или даже нечто меньшее, чем нуль. Название книги и его эссе «Меньше единицы». Поэзия Бродского – это как бы платонизм наизнанку. Его мир состоит из минус-идей, отрицательных сущностей. Его город создаётся из людей, забывших поэта. Некая идеальная общность, основанная на минусовом признаке. В колыбельной трескового мыса Бродский пишет о своей любви к длинным вещам жизни. Океан длиннее земли, вереница дней длиннее океана, но ста крат длиннее всего мысль о ничто. Длина – это пространство, из которого вычтены все измерения, кроме одного. Но оно-то, свёртываясь ещё дальше, уступает место ничто с большой буквы, которое длиннее всего именно потому, что уже не имеет даже длины, то есть одного измерения. Ничто – последняя вещь, по отношению к которой все прочие вещи привлекаются лишь для упражнения на вычитание. Варщиков даже круче в кавычках Бродского. У него метафорика достигает такой степени кривизны, что требуется, по крайней мере, десятимерное пространство, чтобы ясно увидеть предмет. Такое пространство в физике описывается крайне абстрактной теорией суперструн, первичных волокон Вселенной, вибрация которых образует все материальные объекты. Поэтике нужна своя теория суперструн, чтобы прочитать Парщикова, распутать эти измерения и увидеть многомерные фигуры его предметов, услышать космические вибрации. Как говорят физики о суперструнах, многогранность объекта не позволяет дать ему однозначного определения. А вот что говорит один поэт другому, Иосиф Бродский Алексею Парщикову. «Алеша, вы поэт абсолютно уникальный по русским и по всяким прочим меркам масштаба. Говоря поэт, я имею в виду именно поэзию и, в частности, ваши метафорические способности, их, ваш, внерациональный вектор. Они в вас настолько сильны, что, боюсь, доминируют в стихе в ущерб слуху». Конец цитаты. Последуем этому внерациональному сектору. Вот парщиковская вариация на тему Пушкинского памятника. Но прочь любители поэзии в кавычках. «Как нас меняют мертвые, какими знаками? Над заводской трубой бледнеет вдруг Венера. Ты, озаренный терракотовыми шлаками, кого узнал в тенях на дне коридера? Какой пружиной сгущено коварство, угла или открытого простора? Наметим точку. Так. В ней белена аванса, упор и вихрь грядущего престола. Упор и вихрь, а ты — основа, щелочь, соль. Содержит ли тебя неотвратимый сад? То съежится рельеф, то распрямится вдоль, и я ему в ответ, то вытянут, то сжат. Мемуарный реквием. В каждой точке пространства есть своя пружина, свое крошечное невидимое измерение, ростковая точка бессмертия. Кавычки. Упор и вихрь грядущего престола. Кавычки. Суждено ли нам стать частицей той почвы, которая войдет в состав грядущего сада и сохранит нас в нем? Это вопрос каждого к себе. Через нас проходят колебательные контуры будущего, которые то растягивают, то сжимают нас. Это и есть вибрация тех суперструн, которыми творится Вселенная. Ни одна популяризация физики не позволяет так наглядно представить загнувшиеся, невидимые уголки многомерного пространства времени, как поэзия Парщикова. И в этом он ученик Бродского, шагнувший еще дальше в невидимый космос. Было бы хорошо отмечать 24 мая, как праздник этой космо-поэзии, сливающейся с физикой и метафизикой постижений многомерного мира. Субтитры создавал DimaTorzok